Конференция, конституционный доклад, правда, юбилейный, но всё равно, значит, всё-таки здесь присутствуют люди, которым эта фамилия знакома, и, в общем-то, мне, на мой взгляд, это как раз тот человек, которого нельзя вообще не вспоминать, нельзя забыть, потому что он оставил вообще большое наследие, ну, вот и в человеческом плане, и в научном. И я уже делал, так, а что значит, это флешка, это, а, указка есть, да, указка есть, которая ничего не показывает, показывает, вижу, да, так, а здесь я просто переставляю, так, значит, Значит, ну, вот очень коротко его, как бы, жизненный путь, значит, родился 26 июля в Белоруссии, в Спиславе, потом, значит, семья перебралась в Ленинград, и, вот, видите, семь классов окончил, потом пошёл учеником, токарь на военный завод, учился в ФСЛУ, кто знает фабричное заводское училище, кто не знает, потом на РАПФАКе при Ленинградском университете, ну, а потом вот поступил в Ленинградский университет, учился сразу на двух факультетах, на физическом и механико-математическом. Матмех, да, ну, наверное, ага, ну, и, в общем-то, он диплом получил только всё-таки на физическом, но просто по той причине, что он заболел, он не смог там сдавать университет. Потом аспирантура, вот, он поступил к очень известному физику Яковлевичу Прентелю, ну, вот, то же самое, все знают, кто такой Лев Давыдович Ландау, ну, и, может быть, не все знают, кто такой Яков Ильич Френкель, хотя, ну, просто они разные. Лев Давыдович блестящий, конечно, теоретик, которому равных нет, а Френкель, он больше экспериментатор и такой вот физик по интуиции, но зато вот у него было очень глубокое это чувство. Вот, а затем вот началась война, и пришлось эвакуироваться, в Казани ехали, ну, и там вот есть воспоминания, я в конце покажу книжку, значит, которую вообще, ну, так интересно посмотреть. Вот, то есть вот человек, значит, молодой человек, он чем он там занимался? Ну, во-первых, быт тяжелый, значит, их все время куда-то посылали, то лес заготавливают, то еще чего-то. А, вначале, значит, его туда вывезли вот академик Фок, и он был в его группе, и занимался всякими там оборонными задачами, типа там торпеда, нацеленный торпед, еще чего-то. Но одновременно, значит, вот учился в аспиранторе, сдавал кандидатские экзамены, и вот в апреле 43-го года защитил кандидатскую диссертацию. И выполнил, вот, две сделал такие работы мирового уровня. Первые его работы мирового уровня, они относились к квантовой теории полупородников. Вот, работа была опубликована в журнале «Технические физики» в двух номерах. На самом деле, это две статьи. И статья, конечно, работа, которая, в общем, оставила след. Дело в том, что вот после войны этот интерес к полупородникам резко возрос, и выяснилось, что та теория, которую она предложила, она очень хорошо объясняет многие особенности, которые, в общем, другие теории не объясняют. Вот здесь написано, значит, в 48-м году, уже за несколько сотен перевалило ссылки, даже в учебники попал. Мне бы хотелось, чтобы вы просто представили себе уровень этого человека. Значит, это, на мой взгляд, вот один уже сейчас как-то становится невозможным, физик-энциклопедист, который знал практически все разделы физики. А потом, значит, вот он вернулся, война окончилась, он вернулся в Питер, и вот здесь, как он сам пишет, что ошибся, ошибся, жизненный путь. Получился не такой, который вообще мог бы, но кто знает, где человек найдет, где потерять. Значит, он хотел вернуться, конечно, в физтех, но не было мест. Ну, там ему говорили, ну, подождите, вот, появится. Ну, а тут ему предложили пойти в ГГО, в Главную Геофизическую обсерваторию, и он согласился. Вот, потом вот это он мне сам говорил, что, вы знаете, когда я занимался квантовой теорией полупредников, я написал две работы, а работая в ГГО, я потом написал еще 200. Так вот, на эти две работы гораздо больше ссылок, они гораздо более известны, чем, вот, ну, передний край фронта науки был. Вот, а здесь он стал заниматься, вот, рассеянным светом в мутной среде. Причем очень интересно, значит, что его на это подтолкнуло. Ну, вот практические задачи в ГГО сейчас решают, значит, вот, предохранить цитрусовый от заморозка. И известный способ – дубовая завеса. И все объясняли, вот, физики, что это связано с поглощением. А все, что он подумал, может быть, это все-таки рассеяние, ведь она сильно рассеивает. И вот начал там теорию мира рассчитывать, и действительно оказалось, что главный эффект связан с рассеями. Ну, вот, после этого он написал монографию, вот, которая была первой в мире монографией по теории рассеяния светочастиц. Вот, а это очень важные практические задачи, и, значит, результаты нашли действительно широкое применение. В разных областях. Потом, значит, вот, решение обратной задачи. То есть, вот, есть прямая задача. Если вы знаете, там, распределение частиц по размерам, их характеристики, вы можете посчитать, там, оптические характеристики, ну, в частности, угловое распределение рассеянного света. Обратная задача наоборот. Вот, когда вы измерили угловое распределение света, и решая обратную задачу, значит, вот, можете рассчитать свойства вот этого ансамбля частиц. Вот, задачи это очень непростые, потому что это задачи некорректные. Значит, когда, ну, всегда в эксперименте и в теоретических данных есть какие-то ошибки. Вот, некорректные задачи, они обладают таким свойством. Решение есть, оно однозначно, но практически мы его не можем, ему доверять, потому что вот в результате этих малых каких-то ошибок происходит раскачка решения, и решение становится, в общем-то, неустойчивым. Поэтому, значит, вот эти вот обратные задачи решаются очень плохо, но есть разные методы, и вот, в частности, четыре метода разработал шифрин в применительной именно к оптике атмосферы и океана, в первую очередь, на самом деле, вообще к любым ситуациям очень много. Вот первый метод нашел применение. Есть даже книжка поиспользуем. А затем, значит, он занимался, ну, вернее, не затем, а вместе с тем. Вместе с тем, вот тут перечень задач, которыми он занимался. Ну, список впечатляет. Точно так же, как список тех лекций, которые он читал в разных научных институтах, в Лесотехнической академии, в Гидрометинституте. Вот такой вот перечень лекций у Шифринобелл. И вот где-то, значит, в начале 60-х годов он занялся разработкой нового метода теоретически-экспериментального обоснования пассивной радиотеплолокации. То есть он написал записку в Гидрометслужбу в 63-м году вот о перспективах этого метода для дистанционного зондирования. И в 64-м году ему там выделили группу, создали, и буквально за полтора года вот они сделали вот эту важную работу. Значит, теоретически-экспериментальные основы вот этого всепогодного метода пассивной тепловой радиолокации. Ну, кратко, значит, смысл. Значит, любое нагретое тело, даже там слабо нагретое, можно сказать, холодное, но, в общем-то, оно все равно излучает. Излучает инфракрасное излучение, но и не только, но и микроволновое. Просто если сравнивать вот потоки, то микроволновое гораздо меньше по энергии, чем инфракрасное. Но, значит, вот Шифрин сообразил, что зато его можно померить с очень высокой точностью. И вот, значит, первый в мире тематический сборник по методу тепловой радиолокации, ну, с некой задержкой. Вообще они уже закончили там в 67-м году, вышел он в 68-м году. И тут же практически мгновенно был переведен на английский и был очень востребован. Вот. Но... Вот это измерение самолета, значит, прежде всего применительно к ледяному покрову. Ну, я не буду комментировать. Но, кстати, вот одновременно, значит, в 68-м году был запущен первый спутник, на котором был вот радиоспектрометр. И были проведены измерения. Значит, вот было 4 канала, вот тут перечислены длинный волн. Что ж там? Ага, нет, ну, на самом деле много тут по этому поводу есть. Я, конечно, об этом не буду говорить. Вот. Американцы считают, начало новой эры дистанционного зондирования Земли из космоса, это 72-й год, запуск ВНСАТ-1. Но, как мы видим, вот, значит, наши еще в 68-м году запустили. Так. Но затем появился СИСАТ в июне 78-го года, и на нем уже стоял вот первый сканирующий многоканальный микроволновый радиометр. Вот. И выяснилось, что очень широкое применение. Ну, вот, мы, кстати, сами использовали вот этот уже на АКВА стоял, который был запущен в июле 2002-го года, Advanced Microwave Scanning Radiometer, то есть такой вот усовершенствованный микроволновый сканирующий радиометр, который широко использовался. Ну, я просто покажу несколько примеров. А, ну вот, значит, сравнение температуры. Значит, вот каждый метод имеет свои преимущества, имеет свои недостатки. Значит, чем... Значит, вот стандартно измеряется ВК-область в инфракрасном радиометре. Их много летает. Вот, NOA-H-A, Advanced Very High Resolution Radiometer. Значит, их уже там, по-моему, сейчас 14 или 16 даже таких было. И одновременно нескольких. Но, значит, у них есть... Они дают разрешение порядка километра. Вот тут показаны точности. Значит, вот полоса сканировали. Ну, здесь 2,5, здесь 1,5. Значит, ну вот существенно то, что здесь разрешение в Надир 1 километр, ну, грубо говоря, здесь 50. Ошибка, ну, ошибки, в общем-то, они примерно так это... Ну, можно сказать, примерно одинаковые. Ну, вот существенное преимущество вот этого микроволнового излучения то, что оно свободно проходит через облачность. А излучение видимого диапазона инфракрасного через облачность пройти не может. Вот это вот очень существенно. То есть вторая, вот эта вот пассивная радиолокация, это всепогодный инструмент, хотя не совсем. Значит, вот дождь, помеха. Ну, и кроме того, вот существенная, конечно, разница в пространственном разрешении. То есть 50 километров. В общем, для морей таких, типа, белого, это уже как бы не годится, или Горьковского водохранилища, где там, Малькова ушла. Вот. И ближе 75 километров к берегу тоже данных нет. Так что вот... Но на самом деле, конечно, вот это вот свойство всепогодности, оно наиважнейшее. Тут и спора нет. Вот. Ну, тут вот перечисляется, что можно делать, какие данные дает вот этот радиометр. Ну, видите, много чего дает. Да, это просто картинка, которую иллюстрирует то же самое, в общем-то. Просто красивая картинка. Это что, второй раз? Вот. А это мы сравнивали, значит, вот мы занимались как раз вот, ну, там, в основном, конечно, биоптические характеристики, хлорофилл, ну, в том числе и температура для сравнения. И вот, видите, получались такие вот области, где данных не было. И если вы берете средние там по региону, по полосе, то что получается? Что вы можете в одно время получить один район свободный, где есть спутниковые данные, в другой раз другой район. То есть вы сравниваете не временные изменения, а это изменения пространственные. Поэтому вот это очень важно. Ну, вот видите, вот пробелы данных по ИНИЧА. И вот очень это хорошо видно на гистограммах. Вот видите, вот это распределение площадей с разными диапазонами температуры, по ИНИЧА, это вот, то есть, конечно, тут происходит некое искажение за счет того, что теряется информация. Ну, прежде всего, главным образом из-за облачности. А в 69-м году Василий Славоныч перешел к нам в институт, в институт океанологии и возглавил лабораторию в оптике. А несколько позже был сонзовый раздел, который состоял из двух лабораторий, вот нашей, московской, и специально для него была сонзовая лаборатория в оптике-атмосфере над океаном. Он уже к тому времени был известным ученым, а тогдашний наш директор Андрей Сергеевич Монин, он считал, что в институте океанологии лаборатории должны возглавлять вот крупные ученые. Поэтому, значит, было две кандидатуры, Георгий Владимирович Розенберг, может быть, наверное, многие его знают, который возглавлял отдел оптики-атмосферы в институте физики-атмосферы. Ну, и вот Шифрин, у которого была некая проблема, то, что он жил в Ленинграде, а институт в Москве находился. Но там был ленинградский отдел. В общем, как-то все разрисовалось. Ну, вот основные направления. Вот для Кусея Соломоновича ближе всего были вот два тарелку, хотя и первый тоже. Но, в частности, вот обратите внимание, это то, что связывает с мой доклад с конференцией по дистанционному задержанию земли. Подработка и использование отъездных метров контактных и дистанционных для изучения мониторинга морей и океанов. Ему, здесь ему удалось сделать очень много. Но в институте океологии уже занимались проблемами. У нас был замечательный специалист Константин Николаевич Федоров, который очень много, он был там несколько сроков, он был широко известен в мире тоже, он, по-моему, два срока возглавлял этот скорбь международную организацию, все его очень долагали и удивили, потому что он действительно был такой яркий человек. И очень, конечно, хорошо чувствовал, вот тоже физическая интуиция у него была. Значит, и он оценил сразу возможности использования спутниковых данных. Ну, здесь вот показано, чем занималась, чем занималась его группа. Вот, ну, то есть, это сравнение, анализ, вот изображение именно. Вот, а то, чем... А, ну, вот знаменитое открытие грибоедных течений. Это вот Федоров Гинсбург, который обнаружил вот эти грибоедные. Грибоедные течения. Вот, именно по спутникам в данном их можно было выделить, потому что другие методы вряд ли могли бы это сделать. Хотя могли бы подтвердить потом, если что и сделали. А Шифрин занимался вот именно такими... У него физический подход, разработка методов, анализ методов и, значит, анализ возможностей применения этих методов. И здесь он, конечно, сделал очень много. Ну, а для него, по-человечески, он на самом деле перешел в институт океологии и как бы выпустили человека на свободу. В ГГУ его никуда не выпускали. Значит, даже по этому поводу его не хотели отпускать из гидромедслужбы. Но тогдашний вице-президент Борис Павлович Константинов сказал Федору, которого главал гидромедслужбы, вы говорите, что вам Шифрин нужен, вы его цените, а что же вы его держите в черном теле? Даже вот его приглашают релей знаменитый на конференцию, а вы его не пускайте. В черном теле это слева? Да, примерно так. А тут свобода, он впервые, значит, в море оказался, в океане, и там заходы были. Рейс возглавлял Андрей Сергеевич Бонин, директор, хозяин-барин, там заходили на говопогосы, ну, в общем, замечательно, говоришь, фактически, кругосветка, хотя и не за всем океанской, то есть Москва, Калининград, поезд, затем через Атлантику, через Панамский канал, через Питий океан, и во Владивосток, оттуда уже на самолете возвращались в Москву. Кусей Славоныч, ну, надо было его видеть, он просто вот как ребенок всему радовался, активно во всем вмешался, вот видите, тянем кабель, это я стою, Кусей Славоныч. У тебя есть черное тело, Кусей Славоныч, значит, помогает тянуть кабель, вытаскивать прибор. А это вот мы заходили на новые гибриды, вот видите, экзотический снимок, радостный Кусей Славоныч, и туземец из племени Смолнамба. Кого интересует, почему Смолнамба, могу рассказать, но индивидуально порядок. Знаете, ну ладно. Так, пошли дальше. А это вот, кстати, есть, конечно, потрясающий, замечательный. Это академик Андрей Николаевич Колмогоров, который возглавлял гидрофизическую программу. Ну, это вот все это Славоныч. А это наш капитан, блестящий капитан, Михаил Васильевич Соболевский, который, ну, в общем, действительно блестящий капитан, очень образованный. Значит, у нас там были литературные вечера, вечер поэзии. Андрей Николаевич большой был любитель классической музыки. Тогда не было никаких там этих пластинки, привез, и, значит, вот пластинки крутили. Но это была классическая музыка. Ну, ладно, вернемся к науке. Значит, вот, действительно, Василий Славоныч, он очень тоже чувствовал вот перспективы. И вот он был инициатором и руководителем разработки вот метода дистанционного определения концентрации хлорофилла по спектру солнечного излучения и уходящего из водной точки. Это было начало 72-го года. А вот сканер, первый спутниковый сканер цвета CCCS был запущен только в 78-м году, в июле 78-го года. Хотя уже разработки начинали. И уже, значит, вот он действительно, ну, тогда очень много было научных организаций, которые занимались вот оптическими проблемами. Вот. И проблема была в том, чтобы их как-то объединить. Вот авторитет Кусея Соломоновича, и кроме того, ну, он по-человечески был очень, как бы, располагал к себе. поэтому ему удалось сделать вот то, что, в общем-то, наверное, никто другой не смог. Он создал, ну, тогда это называлось рабочей группой по оптике океана, при секции оптики океана, значит, океанографической комиссии. Вот. И проводили пленумы, пленумы проводили в разных городах, и это был такой форум вообще тех, которые занимались оптикой океана и атмосферой, не только, значит, океан. Все собирались в разных городах, но вот, значит, на третьем пленуме, это август 76-й год, значит, активно как раз обсуждались проблемы дистанционного зондирования. Туда приехало очень много народу, вот Кусея Соломонович построил график, значит, по оси апсис года, по оси ординат количества участников. Ну, значит, классическая в логарифмическом масштабе почти прямая и выброс. Выброс 76-й год. Озеро Байкал, Байкал всех привлек, туда приехал академик Амбур Цумян, великий астрофизик, кстати, президент Армянской Кремнии Новгород, Виктор Викторович Соболев, известный тоже астрофизик Ленинградский. Ну, академик Гапонов-Грех, и то есть была действительно очень такая предстоительная аудитория, и вот обсуждали эти проблемы. И вышел сборник. Значит, совершенно новые для того времени результаты мирового уровня по самым различным направлениям. А в 83-м году, знаешь, вот, вот редакции Монина опубликовали двухтонную монографию «Оптику океана», которая до настоящего времени остается наиболее таким полным систематизированным изложением, хотя это 83-й год, но современный тут все звучит не очень хорошо. «Оптические методы в космической океанологии». Теория поглощения растений света в морской воде, но это вот то, с чем он, собственно, где он был, наверное, главный специалист. И вот «Оптические методы в космической океанологии». Значит, и вот эта глава на самом деле она действительно была очень важна, потому что со свойственным вот такой обстоятельств и глубиной вот он проанализировал возможности, дал анализ физических проблем, вот, вопрос атмосферной коррекции наиважнейший, ну, там еще была инфракрасность, спутника и температура, ну, в общем-то, да, это вот на самом деле такая вот то, что осталось и сохранило свою актуальность до настоящего времени. Так, это я уже говорил, да, а, ну, то, что мы потом продолжили, значит, был, плен мы закончили, был один из пленов, они закончились в 90-м году, когда началась, наступила перестройка и как бы все сразу разрушилось, и нам удалось их возобновить только вот через 11 лет, уже на международном уровне, и, значит, первая конференция была проведена в 2001 году в Петербурге, и, значит, Шефрин был почетным председателем первых из них. Ну, вот, это вот один из пленумов, значит, приехали тогда крупные ученые, вот Андрей Моррель, извините, я просто не могу увидеть, это вот Петербург, это Лер Голин, известный американский ученый, он возглавлял, это был менеджер от офисов нового ресерча по проблемам океана, био- и океанологии, био- и океанологии, вот, надо сказать, что эти были годы, когда, значит, все прониклись сочувствием к России, которая вступила, значит, в эпоху перестройки, все нас активно поддерживали, и конференции поддержки давали, и индивидуальную поездку, потом, значит, сейчас обрабатывали. Вот, ну и сейчас вот уже мы девятую, а, я забыл про нефтяные пленки, где-то у меня слайд был, но потерялся, значит, на самом деле, а? Может быть, нет, наверное, он потерялся. А? Значит, он активно занимался, вот, и исследованием нефтяных пленок, вот, в частности, опять же, вот у него физический подход, значит, вот эффект обнаружения нефтяных пленок в дистанционную методу, на самом деле, два фактора, значит, если говорить про оптический диапазон, ну, первое, это то, что относится, значит, к радиолокации, а второе, вот чисто оптическое, значит, что видит радиолокация? Она, на самом деле, видит не пленки, она видит выглаживание водной поверхности, изменение состояния поверхности, и вот, значит, приписывается это либо пленкам, либо чему-то другому. На самом деле, это, в общем-то, экспертный метод. есть область ветровой тени, которую легко принять за то, что это пленка, или там внутренние волны выходят на поверхность, это такая задача очень непростая. А в оптике еще есть другой фактор, это фактор просто различия оптических характеристик, свободной воды и нефтяной пленки. Вот они оценивали, значит, это по физическим данным, значит, оценили, что вот контраст был 35, вот пленки воды, свободной от пленки, и из них, значит, 5 приходилось вот на выглаживание, а 7, или наоборот, 7 на выглаживание, а 5 на влияние оптических характеристик. Так, значит, ну, а в 92-м году, значит, его пригласили, он, кстати, был очень почитаем в Соединенных Штатах, значит, он, удивительно, конечно, значит, никакой связи там электронной почты или чего-то другого, только переписка, письма, значит, он активно переписывался, ну, там вот известный Керкер, такой ученый, специалист по рассеянию светочастицами, ну, он был, а книгу его перевели, значит, вот, там я ее показывал, а нет, не показывал, в 83-м году он написал книгу введения современного океана, она была тоже переведена и активно читала, вот, ну, его знали, и, в общем-то, относились к нему вот с большим уважением, и вот его пригласили, на это, понимая, тяжелую ситуацию, которая в России уже в эти годы, с профессором в Бариконский университет, в Корвале, значит, и он там работал вот с 92-го до 2003-го года. новой тематикой, значит, Кусея Славоныч сам вот написал и говорил, что он, конечно, был раночарован тем, что вот он так мало смог сделать в Соединенных Штатах, он рассчитывал, что он сделает гораздо больше, потому что он включил, служил, работает, вот, но главный фактор, конечно, то, что он потерял возможность, вот у него было много учеников, там цифры неправы были, 51 он был руководителем 51-й кандидатской ресурсации, можете представить, в Питере у него было, ну, там, в Ленинграде, у него было три группы, вот, значит, наш филиал, Санкт-Петербургский, значит, Ленинградский тогда отдел, потом группа в ЛОГАИНе, Ленинградское отделение ГАИНа, и в Ленинградском гидрометеорологическом институте, то, что сейчас объединяет, вот, три группы, которые, значит, всеми он ими руководил, и они, в общем-то, все интенсивно работали, поэтому, значит, у него много было возможностей, именно, идей было вообще много, и было, кому эти идеи реализовывать, а там он был этого лишен, то есть, фактически, значит, вот он один, ну, нет, там был у него помощник, кстати, вот я, тоже, у нас был ученый совет, посвященный юбилею Шишрина, и там нас, Петр Олегович завьял, выступал, делился своими воспоминаниями, он был там тоже в Риговском университете, они, значит, пересеклись, вот, но он тогда был совсем молодой, и Кусея Сломонович, конечно, его включил в работу, а ему давали гранты, значит, великие ученые, то есть, у него не было проблемы с грантами, поэтому, значит, вот проблема была только в том, что было, значит, как находить исполнителей, но вот, тем более, он, он так, это самое, я так и не научился хорошо говорить по-английски, ну, правда, понимать научился, говорить, как и делать, вот, ну, вот, это его, был, как бы, шеф, руководитель, группу оптики, очень, тоже, такой, замечательный человек, который он занял, можно много рассказывать, вот, он в своих воспоминаниях отвечает, как всех впечатлял, эрудиция, он действительно все узнал, и память, память тоже совершенно потрясающая, он очень любил читать стихи, там, наизусть, мог прочитать всего Евгения Онегина, и, значит, вот, знание научной литературы, историю развития науки, что очень важно, ну, значит, вот, книжка вышла к его 90-летию, 100-летию уже нет, вот, видите, вот тут вот важны, вот это вот, два вашихи моей жизни, которые он сам писал, действительно, вот это вот, заставляет, как-то, просто чистить человечество, с одной стороны, Решель Славоновича не получил, то вообще, что он заслужил, у него ни одной научной награды нет, ни одной, значит, он там пытался избираться в СИНКОРы, сначала, значит, в физическом отделении, потом у нас в отделении, тогда было отдельно, отделение океанологии, физики, атмосферы, географии, ну, иначе не получилось, первый раз его выдвинули четверо академик, среди которых был первый вице-президент, Борис Павлович Константин, вот, и даже специально единицу, что выделили, а вот единица пропала, не получилось, а потом они один за одним начали уходить, первый, сядь вот Борис Павлович, нашел, и он решился, и уходил, а там у них же стоящий, этот интуит. Вот, и, значит, ну, он это, в общем-то, спокойно как-то переживал, то есть, вот у него главное, это была наука, в которой он занимался, успешно занимался, любил, занимался, поэтому, в общем-то, я считаю, что он, в общем, был счастлив, вот, хотя это его как-то отошел, но как-то не мое, и вот, много очень воспоминаний, причем, значит, не только отечественных, но и зарубежных, вот, и Таянс, он там работал, в каком-то время, и вот, он занял, и, это, и, вот, Минрад, который, был, ну, собственно, его, объявил, и, вот, ну, и вот, эти работы классические, что-то, сейчас интересно, я думаю, что так они и есть, так, ну, хорошо, значит, наверное, я закончил, спасибо. Нет, сейчас, если вопросы есть, то можно задать, наверное, чтобы уже, ну, ладно, тогда, значит, вот тут, желающие были, да, вот, Леонид Моисеевич, ты иди сюда, иди сюда, микрофон, когда вернулся в Ленинград, после защиты диссертации, в институте радиотехники и электроники, и обращался, в частности, к Шифрину, с просьбой устроить меня на работу куда-нибудь, и речь шла о группе, которая занималась в ГГО, микроволновым зондированием атмосферы, я встречался с ним регулярно, он, академик Кондратьев, не смогли преодолеть барьера, связанная с моей фамилией, поэтому, я ходил регулярно на семинары, и вот это тоже крайне интересная особенность, Кусили Соломоновича Шифрина, ленинградская группа занимала подвал, на Потемкинской улице, да, и на этой конференции, в этот подвал приходили очень известные ученые, ну, здесь уже упоминались целый ряд лиц, ну, например, на семинаре был академик Зельдович, можете себе представить, небольшая аудитория, да, где выступает академик Зельдович, очень яркое выступление о нем было, и у него среди знакомых были очень яркие интересы, Шкловский тоже, Шкловский, да, Иосиф Самуилович, я этих ученых сдал по аспиранторе в Москве, поскольку регулярно ходил на семинары в астрофизический институт, и вот они блистали, Гинсбург, Пикельнер, Шкловский, Зельдович, это было совершенно незабываемое впечатление, но семинары, которые проходили в этом подвале, также оставили очень яркое впечатление, и окружающие его люди, ну вот Олег в частности говорил о его работах по дисфункционному зондированию нефтяных загрязнений, аспиранты, которые защищались один за другим, аккуратно изучали оптические свойства воды, коэффициенты преломления, коэффициенты преломления различных видов нефти, для того, чтобы определить тот самый контраст, который является основой для дисфункционного обнаружения, очень четкое физическое представление, объяснение тех линий, которые есть в спектре воды, которые есть в различных видах нефтях, нефтей, нефтей, как правильно сказать, нефтей, да, и это все явилось основой для целого ряда диссертаций, которые были успешно зачищены, также, несмотря на поразительную память, о которой уже упоминалось, каждая беседа, он открывал большую тетрадку, записывал кто, с какими вопросами, да, и вот результаты обсуждения, задавал очень четкие вопросы, и во время семинаров, и у него дома, я также несколько раз приглашал, приглашал к нему, и вот здесь упоминалась фамилия Френкеля, член-корреспондента, замечательная книжка о Френкеле, в которой есть такое высказывание, каждый человек может успеть в жизни столько, сколько позволит ему его жена, так вот жена Куселя Соломоновича, была действительно его другом, помощником во многих его делах, разумеется, не только семейных, но и рабочих, вот так что, это применительно не только к Френкелю, но применительно и к Кусели Соломоновичу, душа его была очень открытая, он очень много знал, очень был приветлив, это проявлялось и на семинарах, на одной из школ по дистанционному зондированию, которая была в Баку, я также приезжал туда, уже будучи сотрудником во Владивостоке, но каждый приезд в Ленинград, первое, что выяснил, когда будет очередной семинар у Кусели Соломоновича, и старался на этот семинар прибыть. Книга, о которой уже упоминалось, это рассеяние света в мутных средах, она имеет самое непосредственное отношение к микроволновому зондированию, поскольку капельки туманов, большинство капелек воды в облаках, они маленькие, в этом случае преобладают эффекты рассеяния, и интегральное содержание капелек воды является определяющим. И вот еще одно то, что связано с экспериментами, которые были основой для микроволнового зондирования, во время, когда работал Кусели Соломонович в главной геофизической обсерватории, был там для ГГО построен самолет-лаборатория Ил-18. И вот в этих работах принимал также непосредственное участие Кусели Соломонович Шиприен. Речь шла об определении температуры поверхности воды Каспийского моря сквозь облачность определения границ и характеристик ледяного покрова. Так, теперь по поводу всякого рода юбилеев. Кусели Соломонович очень ответственно, очень серьезно относился к этой стороне жизни. Поскольку вот то, что и эта книга была издана, это действительно память о том великом ученом, который не имел ни одной награды, но который оставил очень яркий след. Поэтому те события, которые вот сегодня мы говорили, вчера я рассказывал о космосе 243, это те ступеньки, очень важные ступеньки не только в истории советской, российской науки, но и в истории мировой науки. Так что давайте будем помнить книгу, помнить Кусели Соломоновича. И, наконец, когда он мне дарил свою книгу «Ведение в оптику океана», он как раз и написал о том, что вот это, видимо, некий итог моей жизни, работа в область оптики океана. И тщательность проявлялась в том, что он, уже имея на руках опубликованную книгу, еще раз тщательно ее просмотрел, отметил те погрешности, которые случаются при издании, и дал мне список тех ошибок, которые возникли при печати. Так что еще раз будем помнить Кусели Соломоновича Шифрина, которого называли КС. Да, и в глаза, и за глаза. Кусели Соломоновича, я скажу. Спасибо. Буквально пару слов, потому что мне посчастливилось участвовать в этих пленумах, делать доклады, всегда я так очень волновалась. И, кроме того, я, вот, как меня называли тогда девочкой из провинции, вот Олег Петрович тоже знает, я из Ростова. Да, я защищалась ГГУ, а ведущая организация, вот у меня был отдел под руководством Шифрина, и я делала, вот это, представляете, представление, как для ведущей организации, я делала в этом подвале. Это очень такие, не знаю, очень страшные моменты, как я к ним готовилась, но замечательные у меня воспоминания. И он слушал внимательно, и очень точные были замечания по работе. И я крайне признательна. И КС я все эти годы помню. Я, в общем, возвращаюсь к «Коптике океана», все книжки у меня есть. А сегодня вот большое спасибо организаторам, что включили такой доклад. Большое спасибо Олегу Викторовичу, потому что... Да, и спасибо. Нет, ну что, включили, и вот я сейчас провела, вы не представляете, я сделал час, просто изумительно, такого теплой, светлой памяти у меня к Уссену Соломоновичу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.